Мы сейчас присоединим к нашей дискуссии, вернемся собственно к вопросу этого так называемого Крымского моста. Депутат народный Евгений Балицкий с нами в эфире по телефону, приветствуем вас. Да, добрый вечер. Да, Крым Балицкий, ну сколько известно, вы не так давно были в Крыму, если я не ошибаюсь. Объясните непосвященным... Вы поведете за это Евгения на открытие моста? Там же путь какая-то... Давайте мы сейчас с Евгением Балицким поговорим, цель какая была этого визита и собственно реакция ваша по открытию самого моста. Прошу. Да, я действительно бываю часто достаточно в Крыму. У вас же там бизнес, насколько я понимаю. Давайте услышим сначала Евгения. Не возражаетесь, я продолжу, да? Давайте, давайте. Нет, не возражаю. Да, спасибо. Так вот, я недавно совершенно был в Крыму, у меня нет никакого бизнеса, у моей жены есть там квартира. Так вот, я бы видел, как там сейчас идут строительные работы, воочию и по мосту, в принципе, хотя по мосту не езжу, потому что это будет нарушение законодательства, видел, как строится трасса Таврида, ну, строится достаточно большими темпами. Что касается моего отношения к этому проекту, я знаю, что, как учили нас в детстве, что друзей и врагов мы выбираем сами, а соседи они от Бога. Поэтому рано или поздно мы все равно будем вынуждены сотрудничать со всеми своими соседними, независимо от того, какая у нас сегодня, сейчас, экономическая, военно-политическая ситуация. Будем сотрудничать. И я думаю, что в будущем, не знаю, может пройдет 5 лет, может 10 лет, сколько-то пройдет лет, этот мост будет полезен нам для экономических отношений с Российской Федерацией, которая граница, с которой у нас огромная. Вот такое мое мнение. Евгений, хорошо, но вот вы сейчас сказали о том, что были в Крыму, насколько я понимаю, как частное лицо, то есть у вас там частный интерес, квартира, жены и прочее, это понятно. Но, как народный депутат Украины, вы сделали для себя какой-то вывод в вопросах деоккупации? Как, что? То есть, ну, вот вы это видели собственными глазами. Да и как вообще к вам, как народному депутату? Ведь понятно же было, что вы из Верховной Рады. Ну, вообще я езжу по Крыму с украинским флагом на зеркале, хотя я этого не делаю в Украине по другим причинам. А там езжу, меня никто стекла мне не бьет, никто на меня не кидается. Надо сказать, что полиция их останавливает, я там пару раз нарушал правила и штрафовали меня. Ну, справедливо это, скажем так, было по отношению к тому, что я нарушил. То есть, никогда меня там никто не третировал. На границе задавали несколько дурных вопросов ФСБшники. Ну, по крайней мере, вот я не ощутил ничего. С людьми я много общаюсь в Крыму, общаюсь и в ресторанном бизнесе, когда бывает в кафешке, где-то сидишь. Общаюсь на рынках, в магазинах. Ну, знаете, считайте как хотите, но я не встретил пока ни одного человека, который бы сказал, что они хотят вернуться в Украину. Мои убеждения их, переубеждения в том, что мы должны помнить о нашей общей истории, что Украина, Крым, Украина и так далее. Ну, не сильно, скажем так, мягко говоря, честно. Говорим, что не сильно влияет на людей, крутят пальцем у виска, говорят, вы что хотите, чтобы по нашим городам, чтобы у нас тоже ходили здесь с факелами люди с фашистской свастикой и так далее. То есть мы очень сегодня непрезентабельны, если честно сказать, для наших, к сожалению, временно потерянных территорий, для людей, которые там сейчас живут. Нам бы надо было менять радикально свою позицию, быть все-таки по отношению к нашим гражданам, которые живут в Крыму и на Донбассе, надо быть все-таки толерантнее, не светлым отключать газ. Хорошо, хорошо. Евгений. Это к тому, чтобы люди поворачивались к нам лицом и хотели вернуться в Украину. А извините, пожалуйста, Евгений, а ваш сын где живет, я прошу прощения? Он же взрослый мальчик же. Да, ему 26 лет, я уже дедушка, он живет в городе Севастополе. А, так он там и живет, правильно? А не хочет он выполнить свой гражданский долг перед Украиной, перед своей страной? Он гражданин России или гражданин Украины, ваш сын? Мой сын гражданин Украины. Так долго, говорю, не хочет вы? У нас тут мобилизации уже штук 8 было, честно говоря. Ну и многие дети ушли воевать за свою страну, в принципе. Воевать за власть Порошенко? Не, не за Порошенко, за землю свою, которая забрана противником. Ведь вы, если забыли, то те вот добрые люди, которые вас останавливали на дороге, хорошие российские полицейские, которые справедливые российские полицейские, вот. Вот они как раз аннексировали и забрали часть территории, принадлежащей Украине. Вы вообще как народный депутат это понимаете? Вы народный депутат Украины, а не России. Вы сидите в Верховной Раде, а не в Госдуме. Вы скажите мне, пожалуйста, вы чьи интересы вообще отстаиваете? Российской Федерации или украинского народа? Я вас частенько вижу, я вам, наверное, лично этот вопрос задам, потому что я думаю, это не эфирный формат. Вы в себя-то придите немного, потому что я же говорю, что вы совсем уже, наверное, с ума сошли от безнаказанности. Мы говорим сегодня о том, что каждый день на фронте гибнут ребята, молодые ребята, о том, что война пятый год идет. А вы мне рассказываете о том, какие хорошие полицейские, и о том, что у вас ваши дети живут в Принципе, в Крыму, и в этом ничего зазорного нет. Я скажу, что вот эту Раду, ее как минимум половину надо вывесить на столбах, и только потом что-то изменится. Потому что пока вот это есть двоевластие, пока вот присутствие, вот это кремлевское присутствие Верховной Раде Украины, поверьте, ни война никогда не закончится. Никогда границу мы свою не вернем. И это я вам точно говорю. И здесь я говорю, примирение, да, конечно, только после того, когда нам землю нашу Господом Богом данную вернут. Когда границу мы восстановим, елки-палки, да за что ж тогда я полтора года на войне пробыл, чтобы потом, ну, сидеть, ладно. Ну, я могу ответить, да? Спасибо вам большое. Да, я хотел бы ответить на вопрос, правда, вопросов прозвучало много, и утверждений, на самом деле, трудно сориентироваться, на какие отвечать. Я никогда не говорил, что эти полицейские хорошие, это вы утверждаете, что они там хорошие или плохие. Так вы что уже сказали, справедливые люди. Я, можно продолжить, да, спасибо вам. Так вот, я хотел вам сказать, что я в своем диалоге, когда говорил вам о налоге, я сказал вам о том, что меня никто не третировал и не говорил, что они хорошие или плохие. Эти оценки это вы даете, не зная с какой целью. Я сказал просто, что ко мне было толерантное отношение, что независимо от того, что у меня украинский флаг на машине был привязан к зеркалу, меня никто не разбивал, мне стекло, как это происходит у нас в Украине, если видят какие-то другие символы отличные. На меня никто не кидался с дубинами, меня никто не обзывал и не предлагал вывесить Верховную Раду на фонарях. Так вот, пока у нас будет вот такая политика в стране, что всех надо перевешать, кроме меня, любимого, который не понимает, за что он воюет, потому что я услышал из вас, вы говорите, зачем тогда я воевал? Ну это же вы воевали. Я за Родину воевал, за землю свою воевал, за семью свою воевал, за сына своего воевал. Вы знаете, наши деды тоже воевали, а сегодня, оказывается, они не за то воевали, по вашей философии. По какой это по нашей философии? По вашей, которой вы утверждаете, что по поводу 9 мая, по поводу всего, что происходит, то, что по улицам Киева и Львова и Харькова можно ходить людям со свастикой, им за это ничего не происходит, за то, что они ходят с факелами, и мы знаем, под кем эти люди. Я извиняюсь, а в вашей любимой России, в вашей любимой России, там тоже ходят со свастикой и с факелами? Вы этого хотите в нашу Украину принести? Вы простите насчет любимой России, я не говорил такого, это ваше высказывание, вы его только себе адресуете насчет любимой России. Я говорил про Крым, а Крым это Украина, напомню вам, просто, чтобы вы не забыли. А я говорю вам о том, что в Крыму, а не в России, вы хорошо слышите? В Крыму ко мне не было предвзятого отношения. И я, к сожалению, не смог переубедить людей, которым пытался объяснить по поводу того, что мы один народ, что Украина много сделала для Крыма. Я пытаюсь это делать, но у меня пока люди крутят пальцем у виска и говорят, нет, мы пока там вот такие, как люди, рассказывающие про то, что всех повесить с факелами и тому подобное. Но в Крыму этого нет. Евгений, тут еще у нас в студии сейчас находится господин Грымчак, это заместитель министра по вопросам оккупированных территорий. Я предполагаю, что у него тоже может быть ремарка. Но перед этим у меня к вам небольшое уточнение. Вот вы говорили о городах украинских, в которых со свастикой ходят. А напомните, когда такой прецедент был, конкретно свастика, что было дальше, где это было? Ну, со свастикой, которая у нас изображена на добровольских батальонах, на том ультре, который ходят. Это не та свастика, которая менялась в российской пропаганде? Волчий Клык является свастиком фашистов. А, то есть это другая свастика, не свастика нацистов Третьего Рейха? Ну, с нацисткой тоже ходят, но на нее закрывают глаза, потому что у ребят очень... А скажите, когда люди вообще в принципе ходят по тому же Киеву, допустим? Нет, хорошо, давайте мы сейчас просто не будем углубляться в эту риторику, я конкретный, абсолютно конкретный вопрос задам. Итак, свастика нацистская Третьего Рейха, украинские города, где, когда конкретно? Ну, еще раз вам говорю, что я на 9 мая в Одессе, когда, вернее, 2 мая в Одессе видел, когда ходили большое количество ультрасов, которые ходили с факелами, которые ходили со свастикой фашистской. И у людей большое было количество на батальонах изображено, и это улицы переименовывают в БСР. То есть это та свастика, под которой воевала нацистская Германия? Ну, понятно, он отрабатывает деньги. Я прошу прощения, вы по поводу 9 мая, вы помните вообще, я-то вас там видел, вы вообще помните, кто стоял в почетном карауле на 9 мая? Вы помните вообще, кто последние полгода стоит в почетном карауле возле памятника неизвестному солдату в парке славы? Кто стоит? Ветераны антитуристической операции, которые выполнили свой долг и защитили свою родину, готовые отдать свои жизни. Ветеранское движение. И я вас видел на 9 мая, когда мы стояли возле вечного огня в почетном карауле, отдавая дань памяти солдату. Вы перекручиваете факты и всего лишь стараетесь, знаете как, использовать удобную для Кремля вот эту, в принципе, пластинку, понимаете как, риторику о том, что фашизм, да нет фашизма никакого в Украине. В Украине есть патриотизм, и это я вам говорю, как участник боевых действий, как тот человек, который защищал родину. И точно так же я отдал честь и дань памяти, и чту подвиг солдата, и на 9 мая я преклонил свое колено и положил цветы. И не надо здесь перекручивать факты. А вот ваша пророссийская позиция, ваш сын живет спокойно в Крыму и занимается бизнесом. Давайте мы не будем просто повторно, мы это уже слышали. И это вы считаете нормой для народного депутата, который должен, в принципе, отстаивать интересы своего украинского народа и своего украинского государства. Илья, мы же обещали, что еще, кроме прочего, услышим и господина Грымчака, Евгений. Ну вот, просто чтобы мы по кругу не ходили, я попросил этого не делать. Человек говорит глупости, не понимая даже того, что он смешон. Крым это Украина. Еще раз вам напоминаю, Илья. Это тоже мы уже слышали. Вы аннексированы сегодня российскими войсками. Прошу прощения. Сегодня аннексированы российскими войсками. Крым это Украина. Но если вы считаете, что Крым это не Украина, тогда ваш монолог будет иметь хоть какой-то смысл. Это тоже мы уже слышали при всем уважении Евгении. Евгений, мы обещали, что услышим сейчас Юрия Грымчака. Я предполагаю, что у него могут быть некие, ну, быть может, замечания или просто комментарии по поводу услышанного. Прошу, я обещал. Я бы анекдот хотел рассказать про то, как едет человек в Крым, а ее ФСБ-шники задают дурноватие запитания. Такого плана. Ваш номер агентури який? А он не может вспомнить. Когда я вас слышу, иногда скажется, что это про вас. Это такая вещь. Потому что человек, который ездит в Крым на оккупированную территорию, у меня вызывает большие, знаете, подозрения. Потому что, я так помню, на вас же криминальная справа открыта, криминальное проведение, за ваши сепарастические высловывания. И все же таки, нужно будет, мабуть, ну, не мне, на жаль, я сейчас не народный депутат, но я попрохаю обовязково, чтобы запитали, как там служба безопасности расследует. Потому что, то, что вы рассказываете, то, что вы говорите, знаете, про факельные походы? Ну, по-перше, на 9 травня в России в деяких местах произошло факельное шествие, как вы рассказываете. А в Крыму, в Керчьи, за Украину, когда мы там были еще до войны, на 9 травня коммунисти каждый год выходили с факелами. У них такая была традиция. Это, знаете, такие спильные, не знаю, навіть, с кем, с факелем шествие, они по всех странах проходят. А то, что вы путаете немецкую свастику с какими-то там рунами, ну, это бывает. Я думаю, что все же таки, нужно тщательнее готовиться к программе. Юрий Николаевич, все же по мосту хотелось бы услышать ваш гримин. Простите, я все-таки должен сапелировать, вы обращались все-таки ко мне. Я не готовился вообще к программе, это вам к сведению, потому что мне позвонили за 3 минуты, но это к сведению просто. А что касается того, что вы там говорите по поводу руки Москвы, о том, что мы там что-то используем, вот и Киева говорил. Послушайте, я просто констатирую факты. Вы меня спросили, что вы видели в Крыму, я рассказал. Я подтверждаю, Крым это Украина, и мои дети учатся в украинских заведениях. Они учатся или работают на украинской территории. Оккупированы противникам? Ну, хорошо, если временно оккупированы противникам. И что теперь нам всем лечь в могилу и умереть, пока вы будете воевать? Вы обещали, и ваш президент обещал за 2 недели войну закончить. А вам это выгодно, вы же кичитесь на всех экранах, что вы герои, что вы патриоты. Это люди должны за вас сказать, а не вы должны говорить на каждых эфирах, бить себя в грудь и кричать, что я герой, я воевал. Вы же шли туда, наверное, по зову сердца и по зову своего, как говорится, души своей. Зачем же вы теперь на каждом эфире этим лечитесь постоянно? Чтобы от вас отличаться, которые сдают интересы России, моей страны. Чтобы Верховную Раду пройти, я понял. Давайте Юрий Николаевич. Чтобы от вас отличаться в первую очередь. Я говорю, что вы пытали, я не почувствую. Да, мы вернемся к Крымскому мосту, то, с чего мы начинали эту дискуссию. И как раз потому, что мы и позвонили господину Балицкому за 3 минуты, потому что знали, что он был там. И вопрос первый ему был простой, а он написал. Ну, потом получилась вот такая дискуссия. Что вам сказать? Я еще раз скажу. Я просто дивился материалы, дослежения, которые происходили, по-моему, еще за часы Януковича. И раньше, за радянских временах, про то, что можно там побудовать город. В этом городе, все спецы говорят, что там нет дна, как такого. То есть, там есть ил и глина. И там до километра. Согласно гостам, строительство такого мосту, который там они сделали, арковый, он, возможно, только на скальных породах. Но это так по госту написано. Поэтому, то, что уже там час от часа трискаются опоры, опоры уходят вниз и тому подобное, я думаю, это будет завжди. Если там открыть соотношение, ну, у меня только одно, знаете, я даже не знаю. Я бы хотел, чтобы там никто не загинал. Ну, хотя это такая справа. Спасибо. Последнюю фразу, буквально, сейчас попросим ремарку Евгения Балицкого по мосту и по тому вопросу, а, собственно, отдаляет, приближает это Крым от Украины в вопросе деоккупации. Я, естественно, об этом говорю. Буквально вот одним предложением я попрошу не апеллировать никому, потому что... Ну, так можно бесконечно. Прошу. Я постараюсь коротко. Поймите, что когда мы делаем блокаду Крыму, когда мы выключаем лэпы, и люди сидят ночами, крымчане, наши сограждане сидят без электричества, а русские им строят мосты, они им проводят кабели, то, конечно же, это нас отдаляет от деоккупации Крыма. Это нас отдаляет, потому что мы к людям должны поворачиваться лицом, к своим гражданам. Мы должны делать все, чтобы они хотели сами вернуться. Потому что у них очень высокая сегодня пропаганда пропутинская. У них очень высокие сегодня нежелания возвращаться. Но мы должны делать что-то, чтобы они хотели вернуться, а не поворачиваться к своим гражданам тем местом, про которое я вам уже сказал. Поэтому я считаю, что, к сожалению, построение моста... Я когда работал в Министерстве экономики, я занимался этим вопросом. Действительно, там очень много было проблем. И во время войны там был временный мост. Когда советские войска освободили Крым, был проложен там временный мост. Потом его снесло штормами. Но я думаю, что там тоже не дураки делали этот мост. И дай бог, чтобы, правда, там не погибли люди. Ну, просто каждый раз заниматься тем, что злорадствовать. Злорадствовать и говорить. Вот, у них ничего не получится, у них там все развалится, опоры трещат. Мы уже столько раз это все слышали, знаете. Поэтому и по поводу... Да, Евгений, ну мы слышали немного другое о том, что там ИЛ, это то, что я услышал. И по поводу того, что, вот вы говорите, злорадствовать, чтобы не погибли люди. Вы это сказали, и господин Громчак это тоже просто справедливости ради сказал. Это правда. Я знаю, что там действительно супези, суглинки. Я работаю в Министерстве экономики. Мы действительно изучали этот вопрос. До 10-12 метров есть промежутки, которые совершенно не приспособлены. Но когда люди строят, китайцы строят, турки строят, невероятные проекты. Как это делается, я не специалист. И я думаю, что не политики должны об этом рассуждать. Да, ну давайте тогда не будем. Просто мы как раз в политическом аспекте и пытались оценить в вопросе деоккупации. Поблагодарю вас, я напомню, народный депутат АТП-блока Евгений Балицкий. И только что с нами по телефону вот так вот на связи. Продолжение следует...